МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом важном и интересном, точнее, в ближайшие полчаса. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Не дать рыбной отрасли утонуть в проблемах быта. Губернатор Владимир Якушев оценил, как в Тюменской области выполняется программа рыборазведения. Накануне он посетил завод в Абалаке. Как рассказали главе региона производственники, у них две основные проблемы с дорогами и жильем. Многие дома в рабочем поселке в аварийном состоянии. Не выдерживают критики. И транспортная связь с Абалаком, куда детей сотрудников предприятия, нужно возить в школу. Помочь в решении коммунальных вопросов уже пообещали районные власти. А вот в увеличении госзаказа содействие окажет регион. Потребность в этом есть. И, конечно же, если произойдет наполнение и доведение реконструкции, когда-то начатой, но не законченной в силу разных обстоятельств на этом заводе, то это даст возможность и увеличить количество рабочих мест, и, естественно, даст возможность получить совершенно иную экономику на этом заводе. Сейчас посмотрим, что можно сделать. Здесь перспектива есть, потому что разведение осетровых – это тема очень актуальная для нашего региона. Помним, завод более 35 лет занимается разведением осетровых пород рыбы. Ежегодно он выпускает в Иртыш около трех миллионов мальков. Ремонт дорог и благоустройство дворов в Тюмени завершатся в срок. Об этом заявил глава города Александр Мор после того, как лично проинспектировал ряд объектов. Глобальным переменам подвергся двор на профсоюзной 30. Здесь устанавливают наружное освещение, ремонтируют подъезды и тротуары. На Серова 19 уже установили современный детский игровой комплекс, строят парковки. Изменился до неузнаваемости и двор на Энергетиков 45. В прошлом году, когда я ее посещал, видно было, что мальчишки гоняют футбол. Потребность на спортплощадке была, и поэтому мы там устраиваем и корт, и отдельную футбольную площадку. Кроме дворов благоустроены будут и улицы города. Сейчас идет асфальтирование проезжей части на 8 августа. До конца года твердое покрытие появится на 70 километрах дорог, в их числе улицы Беломорская, Гвардейская, Подромная, Краснодонская и Лунева. Чтобы успеть до сезона дождей, работы будут вестись круглосуточно. Жителям 6 микрорайона не до красоты во дворах, им бы помыться нормально. В 44 домах горячей воды нет с середины июня и, похоже, не будет до октября. О продлении срока коммунальщики уже известили граждан, но вот стоит ли верить написанному в объявлениях Ирина Канева подробнее. Нет горячей воды полтора месяца и не будет еще столько же. Запланированные на июнь гидравлические испытания сетей в 6 микрорайоне плавно перетекли в капитальный ремонт теплотрассы. Правда, повестись жильцов о новом сроке коммунальщики соизволили только сейчас. В доме номер 2 по проезду 9 мая объявление на подъездах – главная тема дискуссий. Я работаю детским врачом в поликлинике. Детей родители начинают готовить, возвращать из детских садов, из деревень, из лагерей, из санаторий. Дети приезжают и находятся во дворе. А во дворе дети, конечно, в песке находятся и нужно мыть. Это, считаешь, антиденсанитарные условия. Это угроза вспышки, кишечные инфекции. Горячая даже, может потрогать. Елена живет в этом же доме, но горячей водой пользуется. Устав каждый день греть воду на плите, женщина раскошелилась на бойлер. Я знала, что эти две недели не ограничатся, что это продлится. Я оказалась права. Поэтому мы счастливые обладатели водонагревателя на 80 литров. Моемся всем сразу. Да, уже нарываются платно прийти помыться. Уже такая шутка ходит у нас. А это реакция самого подрядчика на объявление о продлении срока работ. Фирма указана верно, а номера телефонов нет. Я сегодня сам мог с утра это объявление увидеть. Конечно, был шокирован и удивлен, кто это написал. Телефоны, которые там написаны, то есть как бы неизвестное происхождение, дозвониться мы не можем. Подрядчик уверяет, траншеи вырыты, трубы сварены и почти закопаны. Все идет по графику, согласно контракту. У нас по срокам, по контракту окончание работ 18 августа текущего года. Срок у нас никто не отменял. 18 августа тепло в доме будет. Опечатка, а быть может происки конкурентов, в любом случае с людьми, у которых закипает не только вода в кастрюлях, но и нервы, лучше так не шутить. Ирина Канева, Евгений Доценко, Сибинформбюро. О событиях коротко в обзоре. На что жалуются пассажиры автобусов. И надолго ли в Тюмень приехала чемпионка мира Юлия Ефимова. Сейчас узнаем. Тюмень-Гортранс на связи. За три месяца на телефон горячей линии предприятия поступило более 40 тысяч звонков. Реже с благодарностью, чаще с жалобами на качество работы общественного транспорта. Если не считая справочной информации, это идет у нас обращение граждан по нарушениям расписания маршрутных транспортных средств. Это примерно составляет, скажем, процентов 30 от наших обращений. Потом идет нарушение маршрута, схемы маршрута, ну и культура обслуживания пассажиров. В результате автобусники 84-го маршрута оштрафованы за отклонение от схемы движения. А водители 51-го наказаны за пропуск остановок. В Тюмень вернулась двукратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова. Спортсменка завоевала две золотых медали на дистанциях 50 и 200 метров брасом. Серебряную медаль в 100-метровке и бронзу в эстафете. Девушка признается, Барселона ее слегка вымотала. Просто хотя бы недельку отдыха такого домашнего, чистого, никуда не хочется ехать, никаких курортов, никаких кушевелей, там ничего. Просто хочется домашнего отдыха, побыть с семьей, с друзьями и все. И потом обратно к тренировкам. Хотя с недавних пор у Юлии тюменская прописка. Тренируется она в США. Тюменская школа молодоженов отметила день рождения. Уже третий год в необычном учебном заведении горожан знакомят со свадебными традициями и обрядами. У нас разработаны программы по подготовке экономический бюджет, то есть у нас это называется урок математики. У нас есть урок этики и эстетики, то есть правила поведения за столом. Когда на свадьбе наши молодожены совершенно спокойные, неизмотанные, красивые, нарядные, говорят красивые вещи за столом, благодарят родителей, благодарят свою семью. Мы просто гордимся вот этими счастливыми супружескими парами. День рождения отметили с размахом. Выставкой свадебных машин и велошоу поздравить организаторов проекта с праздником пришли как уже состоявшиеся, так и будущие молодожены. Субтитры делал DimaTorzok Собаку зашили, то есть остановили кровотечение, его хорошо капали, потому что он очень много крови потерял. Дворняга по кличке Барон уже встает на все четыре лапы, но ее состояние по-прежнему тяжелое, говорит Елена Овсянкина. Волонтеры фонда помощи животным потеряшки уже несколько дней заботятся о раненом псе. У него сломаны ревра и наживая рана груди. Мужчина расправился с собакой на глазах у детей. Там еще кровь была, мне жалко было. А тут еще девочка из того дома была, стояла, плакала, что ей жалко было. Мой сын как бы испугался, забежал домой. Я в тот момент вышла, что собака-то уже в крови вся, ноги перебиты, и артерия у него задета. И все, и мы уже начали вызывать. Родители малышей, которые стали очевидцами жестокой расправы, помогли доставить истекающее кровью животное в ветклинику и вызвали полицию. Обратились жители данного двора, по факту, после чего, соответственно, выехал экипаж полиции. Злоумышленник был задержан. Свой поступок он объясняет тем, что животное было бездомное, как бы оно угрожало, обижало его ребенка. Следствие по факту нападения на собаку продолжается. Заведено уголовное дело. За жестокое обращение с животным подозреваемому грозит штраф до 80 тысяч рублей, либо принудительные работы. Местные жители хоть и осуждают поступок соседа, но признают, что проблемы бродячих собак требуют решения. Во дворе, где произошло нападение на барона, хвостатые бродяжки часто собираются в своры. Страшно, как не страшно. Конечно, за ребенка переживаем. Лают много, на прохожих лают, на посторонних. Ну и кусают детей. Вот недавно было покусали ребенка. Жильцы Тюменской улицы утверждают, что вообще-то у барона есть хозяин. Правда, пока собака проходит лечение, он ни разу даже не поинтересовался ее здоровьем. Анастасия Косымова, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро. Ответственности не хватает и некоторым родителям. Инспекторы ГИБДД сегодня ловили их, можно сказать, за руку. За полгода на дорогах Тюмени почти 100 детей получили травмы, а мамы и даже бабушки продолжают не замечать знаков. Анастасия Коробенко подробнее. Оживленный перекресток в поселке Антипи на остановке по обе стороны проезжей части. А неподалеку зебра. Вот только у местных она не в почете. Переходить дорогу правильно не учат ни предупреждения, ни штрафы. Вот это что за дорожный знак? Ты думаешь, что это переходить? Зебра. Зебра. Пешеходный переход. Эту дружную троицу не испугал даже несчастный случай с их сверстником. Антон Хамов попадал. И он на красный свет побежал, посмотрел справа-влево и перебежал, машина сбила. Юным нарушителям вручают памятку с правилами дорожного движения. О том, что произошло, узнают и родители, и педагоги. Хотя по наблюдениям инспекторов, после вмешательства взрослых ситуация на дорогах меняется редко. Трудно было дойти до? Да нет, не трудно. Нет? Вы преподаете плохой пример своей внучке. Только за первую половину текущего года на дорогах города пострадали почти 100 юных тюменцев. 34 из них были пешеходами. В основном бывает, что дети рассказывают, что мы здесь с мамой, где нет ни пешеходного перехода, ни светофора, мы здесь с мамой всегда перебегаем дорогу. Еще чаще травмы на дорогах дети получают как пассажиры. Есть еще и те, кто попал под машину на велосипедной прогулке. Только за прошлый месяц в детском стационаре второй областной больницы после ДТП оказались 23 ребенка. Из них пятеро детей находилось в отделении хирургии с закрытыми травмами живота, грудной клетки, почек. Остальные дети прошли через отделение травматологии. Дорога у детской поликлиники на Парфеново давно превратилась в очаг аварийности. Под колесами автомобилей малыши оказываются под руку со взрослыми. Автомобили родители оставляют на парковке у дворца искусств строителей. Рядом небольшая проезжая часть и, казалось бы, пара шагов. И вот оно, заветное крыльцо. Однако именно на этом месте в прошлом году совершено три наезда на пешеходов. Статистика неутешительная, еще красноречивее наглядный пример. Не всегда удачный. Анастасия Корабенко, Дмитрий Ларичев, Сибун, Форумбюро. Родители за детьми, водители за пешеходами. А мы, в свою очередь, следим за ремонтом дорог. Итак, информация для автомобилистов. Какие улицы окажутся перекрытыми в четверг, подскажет рубрика «Теленавигатор». Не планируйте свой путь по улице Тульской. Участок от Рижской до Республики закрыт на ремонт. Огромная яма мешает проезду и в сторону 50 лет в ЛКСМ. Быть аккуратнее возле торгового центра «Солнечный». С завтрашнего дня там меняется схема движения. Кирпич переедет к «Миражу», а знак одностороннего движения к пешеходному переходу. Что же касается текущих ремонтов, то на проезжей части центральных улиц города начнут облагораживать колодцы. Работы будут идти на Рижской, 50 лет октября и 50 лет в ЛКСМ. Строго по международным стандартам. Именно так в Сюмени на единственном за Уралом фармзаводе производят жизненно важные медикаменты. Они необходимы для лечения больных после реанимации или тяжелых операций. О стерильном производстве. Ирина Акопян. Завод запустили еще в 2005 году. Основа производства – жидкие лекарства. Иначе это медикаменты, которые вводят в организм через кровеносный сосуд. Цеха на заводе напоминают бункер. Потому что здесь не так много окон с выходом на улицу. Искусственное освещение и вентиляция. Это сделано с одной целью – предостеречь медикаменты от вредных микробов. И это не шутки. Доказано временем. Впервые подобные препараты стали применять в 30-х годах 19 века. Некий английский доктор по фамилии Летто вел раствор соды, умирающей от холеры. По одной из версий, пациентка пошла на поправку. По другой – погибла спустя 5 часов. В общем, история темная. Инфузионные растворы сегодня выпускают уже в промышленных масштабах. Но чтобы не наступить на грабли прошлого, на каждом этапе – особый контроль. Женосторинственное предприятие – это зона Д и зона С. Помимо профессиональных навыков, нужно иметь необходимое здоровье и пройти санитарное и медицинское обследование. Всего за день выходят до 1000 лекарственных емкостей. И готовят не сразу, партиями. И что интересно, за дел здесь сырье не отсыпают. В дело ингредиенты идут лишь перед запуском конвейера. Здесь не должно быть лишнего сырья, потому что оно может обсемениться. Наловить микробов. Инфузионные растворы – это порошковый концентрат и вода. На завод, в общем, как и в наши дома, жидкость приходит с водозабора. Но в этом цехе ей предстоит качественно измениться. Здесь больше трех уровней очистки. Это инъекционная вода. Соответственно, она идет в кровь. Я тебе все скажу, она должна быть чиста. Готовый продукт также подвергается обработке. Финальная проходит в автоклавах. По сути, это большие парилки, где бутылки становятся стерильными. А дальше лаборатории. Кстати, за 8 лет работы завода ни одна партия не была задержана. Продукция направляется в соседние регионы и даже в Центральную Россию. Ирина Акопян, Леонид Ализаревич, Дмитрий Ларичев, Сибинформбюро. Далеко за пределами региона славятся не только наши лекарства, но и строительные материалы. Причем производители стараются не просто изготавливать качественные кирпичи и бетонные блоки, а объяснять, что из них можно построить. Технологию возведения домов по-быстрому изучили мои коллеги. Этих ребят учат правильно строить дом, причем без крупных вложений. Такую возможность дает Паривит. Неудивительно, что мастер-классы завода стеновых материалов весьма популярны. По словам специалистов, строить дом из газобетонных блоков быстро и удобно. Трудозатрат уменьшается за счет самого материала. Например, благодаря удобной пазогребневой системе. Не требуется и раствор. Блоки надежно соединяют специальный клей от Паривита. Скорость возведения зависит от размеров здания. Три на четыре, два человека могут построить примерно за неделю. Не прибегая к усилиям тех же крановых механизмов всего, вручную. За счет необычной структуры газобетон сохраняет тепло зимой и прохладу летом. Причем сами блоки, как утверждают производители, экологичны. Участники мастер-класса отметили и другие преимущества Паривита. Плюс геометрии в том, что его можно не штукатурить, сразу шпаклевать. Очень удобен в вкладке, он легкий материал, быстро возводимый. Я сам работал мастером, и мы строили из Паривита дома. Достаточно теплый материал, экологически чистый. Кстати, мастер-классы проводятся регулярно, как для предприятий, так и частных лиц. Наталья Жукова, Евгений Проскуряков, Сибинформбюро. Хорошо, когда есть загородный дом, но плохо, если с ним нет связи. Проблем с поиском мобильной сети и Wi-Fi теперь не будет и у отдыхающих на озере Андреевском. Правда, при условии, что они клиенты компании Beeline. Подробности прямо сейчас. Больше никаких проблем со связью и с интернетом. В районе базы отдыха яхт-клуб «Рубин» появилась новая базовая станция Beeline. Это результат сотрудничества компании и завода «Тюменские моторостроители». Задумка была в этой базовой станции для того, чтобы обеспечить горожан города Тюмени, которые отдыхают на их клубе «Рубин», сотовой связью и Wi-Fi. Это уже 150-я базовая станция Beeline, установленная с начала года на территории Тюменской области. Благодаря ей связь доступна не только на базе отдыха, но и на пляже озера Андреевское. Также в садовых обществах и дачных кооперативах, расположенных в прибрежной части. Теперь абоненты компании могут пользоваться привычным набором услуг и на отдыхе. Совершать звонки, отправлять СМС-сообщения, бродить по интернету. Всего у нас на год на этот план 370 базовых станций. И фактически емкость сети у нас будет увеличена на треть в 2013 году. Сотовая связь Beeline уже появилась на шести крупных нефтегазовых месторождениях в Лизноябрьске и Муравленко. Строительство базовых станций идет и в Хантамансийском округе, и на юге области. В Тюмени мы по-прежнему уделяем время представительству крупным городам. Это Тюмень, Тобольск, Кишин. И в настоящий момент планируем сфокусироваться на местах отдыха жителей города Тюмени. Осенью базовая станция появится в излюбленном тюменцами месте зимнего отдыха Кулика парки. Александра Сосновская, Анастасия Карабенко, Алексей Красных. Спасибо информбюро. Самые мобильные, энергичные и спортивные готовятся к празднику. День физкультурника по всей области отметят в эту субботу. В Тюмени в 10.30 с исторической площади стартует традиционная велогонка и пройдет фестиваль водных видов спорта. Также на туре устроят заплыв сильнейших пловцов области. Впервые к празднику присоединятся и картингисты. В городе Тюмени одним из основных событий – это всероссийский турнир «Оранжевый мяч», который мы уже несколько лет подряд проводим вместе со всей страной. Конечно же, пользуясь возможностью и вниманием, в этот день мы стараемся подчеркивать тех людей, которые вносят свой вклад в развитие спорта. Накануне праздника в правительстве наградят заслуженных тренеров и вручат 80 стипензий молодым спортсменам. А наши юные мини-футболисты уже отметили День физкультурника победой. Товарищеские матчи между гостями из Германии и нашими ребятами закончились поражением для немцев. Подростки так расстроились, что даже плакали. За эмоциями наблюдала Светлана Матус. Шнели, хоп и времена мигут. Немецкий язык совсем не скуден, но показать все его богатство, как и победную игру немецкой сборной, так и не удалось. Во время дружеского матча слова все чаще заменяли эмоции. Горькие слезы, волнения и в результате пропущенные ворота мячи 3-7 в пользу тюменцев. Одна из проблем неудачной игры это то, что с нами не смог поехать вратарь, который всегда играл в составе нашей команды. А вообще в мини-футбол мы играем впервые. И тем более в Тюмени. Возможно, это тоже сказалось. Иногда мы были не очень внимательны, подвижны и собраны. Тюменцы сильные игроки. Кстати, футболист Мартин родом из России. В Германию с семьей он переехал несколько лет назад. У него свои объяснения, поражения. Немецкие мячи легче, а тюменские игроки быстрее. Да, они быстро играют, чем в Германии. Они шустренькие. Впрочем, есть чем гордиться и самому Мартину, ибо признали лучшим нападающим турниром. За несколько дней немецкие школьники сыграли с пятью тюменскими командами. Сил хватило не на все матчи. В результате предпоследнее место. Наши команды достаточно сильно представлены на европейском первенстве, и детские команды, и студенческие. Поэтому эта объективность, наверное, в какой-то степени есть. Но и, наверное, все-таки родная земля нашим помогала. Это не первая встреча тюменцев с немцами. В прошлом году наши школьники вернулись из Германии с поражением. Взять реванш мини-футболистам удалось. А вот укрепиться на пьедестале еще нет. А значит, международные встречи продолжатся. Светлана Матус, Владимир Кондратьев, Сибинформбюро. И напоследок удивительная история про загородный сад мы знали много, но не все. Любимую горожанами зеленую зону заложили 175 лет назад. И как водится в честь наследника престола. Но вот как между аллеей вокзал затесался, Наталья Жукова расскажет. Возьмите одного садовода-любителя, поддержите его заботой меценаты и повод дойти позначительнее. Такой, как приезд наследника престола. А дальше хоть горы можно свернуть. Или как минимум устроить сад, по примеру, столичного. Именно так обстояло дело в Тюмени в 1838 году, когда городской голова Иван Иконников заложил в уездном городке загородный сад. Таким образом, купец второй гильдии решил увековечить приезд цесаревича Александра Николаевича. Территория была гигантская. Сто десятин. Оказывается, десятина – это чуть больше гектара. Значит, сто гектаров – это огромные территории. Сейчас вот эта территория около двух гектаров. Благоустройством сада занимался смотритель уездного училища Попов. Здесь были тенистые аллеи из лип, кустарников и ели, а также живописные пригорки и овраги. Основатель Крыевичского музея Иван Яковлевич Славцов считал, что равного этому саду нет во всей Западной Сибири. В середине 19 века в Тюмени, оказывается, вполне обычным явлением было то, что росли здесь фиги, ананасы, бананы. Но, правда, не в открытом грунте, а в оранжереях. В саду же находился вокзал, но не железнодорожный или автобусный. Так в старину называли присутственное место, в котором собирались горожане и проводили вечера, праздники или могли просто укрыться от непогоды. Пожалуй, единственными очевидцами тех далеких событий являются вот эти самые липы. По крайней мере, как утверждают очевидцы, многим красавицам порядка 150 лет. После революции сад забросили. И только благодаря тюменским судостроителям в 1948 году часть зеленой зоны вновь ожила. В саду установили вот такие качели, гигантские шаги. Сделали фонтаны, новые клумбы, детские площадки. Говорят, у ребятишек захватывало дыхание, когда ходили по подвесному мосту. В 70-е сад снова пришел в запустение. Возродился как феникс пять лет назад, став в несколько раз меньше своих изначальных размеров. Наталья Жукова, Роман Чинахов, Сибинфорумбюро. И на сегодня это все. Следите за событиями, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»